Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня мы поговорим с вами о том, насколько актуален Xbox One в 2019 году и стоит ли его покупать. Надвигается уже 2019 год и многие игроки, которые не имеют консоли восьмого поколения, задаются подобными вопросами и думают, как им быть. Ведь уже появляются слухи о консолях нового поколения и это немного настораживает, ведь мало кому хочется купить уже устаревшую консоль. После просмотра этого видео у вас больше не будет сомнений насчет этого и вы без проблем определитесь со своей покупкой. Давайте начнем. Начнем мы пожалуй с того, что новые поколения консоли выйдет не прямо уж скоро, но так или иначе они уже в активной разработке, ведь срок консоли восьмого поколения потихоньку подходит к концу. Но на самом деле конец не так близок, как вы все думаете. Да, PS4 и Xbox One вышли не такими мощными, но держатся они неплохо, ведь до сих пор на них выходят новые игры и они нормально на них играются. Тем более на это поколение консоли не вышли еще многие новинки, которые были анонсированы на E3 2018, к примеру Gears of War 5, The Division 2, Cyberpunk 2077, Metro Exodus. А с них мы можем сделать вывод, что консоли восьмого поколения будут актуальны еще как минимум один или два года, ведь многие анонсированные игры нуждаются в длительной поддержке за счет онлайна. И их вряд ли бы выпускали прям под конец эпохи консоли восьмого поколения, поэтому насчет нового поколения пока не берите в голову. Но актуален ли именно Xbox One? Если что, я сейчас про FAT, S и X версию, ведь это все одно поколение. Какую именно консоль лучше взять, я также скажу, не переживайте, но сначала об их актуальности. Ответ? Да, Xbox One актуален, ведь на него выйдут все новинки, которые анонсировали этим летом. Xbox One нормально тянет игры, на нем все еще приятная графика и стабильный фреймрейт. И ведь что еще нужно для игровой консоли? Правильно, ничего, главное, чтобы можно было играть без проблем в актуальные игрушки. И с этим Xbox One справляется по сей день. Лично у меня FAT и S версии, и я доволен как слон, несмотря на то, что эти консоли демонстрируют не самое высокое разрешение в играх. Как по мне, Xbox One имеет смысл в 2019 году, ведь несмотря на новинки, у него есть обратная совместимость, что позволяет вам играть в старые игры. Грубо говоря, покупая Huan, вы сразу же покупаете еще две консоли. Так как Xbox One воспроизводит многие игры от предыдущих версий Xbox, а именно игры от Xbox Original и Xbox 360. Да, не все игры доступны, но именно от Xbox 360 их более чем достаточно. Поэтому насчет актуальности даже не сомневайтесь, так или иначе, до нового поколения еще очень много времени, и ваш Xbox будет вас радовать еще как минимум 1-2 года. Но какую версию Xbox One лучше взять? У вас в принципе всего два варианта, либо S, либо X версию. Так как FAT версию найти сейчас трудновато, и если вы ее все-таки найдете, то я скорее всего не рекомендую брать именно ее. Так как S версия это то же самое, что Xbox FAT, по мощности только имеет более компактный размер, функцию HDR и может проигрывать фильмы в 4К разрешении. А так это просто одинаковые консоли. Еще маленькое отличие заключается в наличии разъема под Kinect. В FAT версии он есть, а в S версии его к сожалению нет, и он покупается отдельно. Но Kinect я вообще не рекомендую брать, так как это уже официально забытая штуковина, которая никак не развивается. Выбирая между версиями, запомните главное, это одно поколение консолей, и все игры выйдут как на S версию, так и на X версию. Поэтому насчет новинок можно не беспокоиться, но все же, какую из них? Тут рассуждение очень простое. Если вы не так придираетесь к графике, вам все равно сколько пикселей, сколько FPS, по барабану на 4К разрешение, и вы при помощи новой консоли просто хотите поиграть в новинки, то берите смело S версию. Она дешевая, и со всеми своими задачами она без проблем справится. Но если вы хотите видеть более четкую картинку в 4К разрешении, у вас 4К телек, и у вас есть в кармане лишних 35 тысяч на консоль, то берите X версию и вы не пожалеете. По сути, тут выбор нужно делать только лишь от того, какое разрешение вы хотите видеть, и сколько вы готовы отдать за консоль. Игры такие же аксуары тоже, они подойдут как и к той версии, так и к этой, поэтому просто определитесь при помощи ценника. Также на просторах сети ходят слухи, что готовится новая версия Xbox One без привода, которая будет меньше и будет стоить дешевле, и которая по слухам выйдет весной. Но опять же, это неофициально, и будет ли она вообще, пока неизвестно. Но если вы вдруг не собираетесь использовать диски и не нуждаетесь в приводе, то рекомендую вам просто подождать до следующих новостей о этой консоли. Я думаю, что они уже будут в начале следующего года. Но если же вам привод нужен, и вы планируете покупать дисковые копии игр, БУ игры, то тогда смело выбирайте между S и X версией. Кстати, на консольном рынке есть еще игровая приставка PlayStation 4, и ответ на вопрос, какую консоль лучше выбрать в 2019 году, прозвучит в следующем видео. В нем я расскажу о преимуществах, особенностях и о разнице в картинке той или иной консоли, поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить это видео. На сегодня у меня все. Если понравилось видео, то ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши в комментариях, какая у тебя версия Xbox, и какую собираешься брать в будущем. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok